Стоимость лекарственных средств, снос ветхого жилья и дорога на Усинск, эти темы стали основными на традиционной встрече депутатов фракции «Единая Россия» с пенсионерами, которые проходят оздоравливание в комплексном центре социального обслуживания. В неформальной обстановке они могли задать свой вопрос парламентариям и представителям исполнительной власти. Представителей высокого возраста интересовало прежде всего снабжение лекарственными средствами. Назначенные врачом лекарства стоят больших денег и не входят в перечень бесплатных. Многим пенсионерам они не по карману, поэтому приходится приобретать более дешевые аналоги. По словам пенсионеров, они уступают по качеству оригинальным лекарствам. Они совершенно идентичны по химическому составу и по набору дополнительных компонентов, которые входят в препарат оригинального препарата. Все дженерики, которые у нас есть на рынке, они все имеют сертификаты, все соответствующие допуски, которые подтверждает Росздравнадзор и Минздрав Российской Федерации. То есть они все имеют такие же самые побочные действия, такие же самые действия, направленные на лучшее состояние здоровья, как и оригинальные препараты. Не менее важным стал вопрос о санаторно-курортном лечении инвалидов первой и второй групп. Для граждан этой категории льгота по-прежнему сохраняется. Единственная причина, по которой человеку могут отказать – противопоказания по здоровью. Поправлять здоровье, но уже трудотерапией скоро смогут и постоять с дома-интерната. В Тельвиске, куда переедет учреждение из Наренмара, будет построено новое здание. Современная проектировка позволит максимально адаптировать условия проживания к домашним. В том году выезжали в Воронеж, там последние дома-интернаты построили, очень шикарные. Но на 100 человек рассчитано, оно как усадьба рассматривается. Почему еще? Мы выбирали территорию сельского поселения, чтобы была возможность, в том числе, извините, трудотерапии. Там вот есть огороды, которые они сами ухаживают. Кто хочет цветы, кто хочет морковь. Задавали вопросы и о сносе ветхого жилья. Депутаты взяли на карандаш координаты людей, чтобы решить этот вопрос в индивидуальном порядке. Валентина Чебичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».